Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Еще шесть лет в Кремле. От чекиста до помазанника Божия. Это внутренняя коллизия Путина. Если с точки зрения, опять-таки, какой-то традиционной христианской религиозности, это совершенно невозможная история. У кого украли День Победы? Войну выиграла армия, состоявшая из людей, вместе с армиями союзников. Вот у них украли эту войну. Как действовал Рамзан Кадыров в Чечне? Рамзан последовательно и талантливо уничтожал все возможные альтернативы себе, чтобы в Москве было больше ни на кого поставить. Судьба вывезенных украинских детей в Россию. Ежели мы говорим о передаче детей в другую национальную группу с целью уничтожить определенно национальную и этническую группу, также еще религиозную или расовую, то это может рассматриваться даже как киноцид. Грохот салютующих пушек. Две с половиной тысячи гостей в Большом Кремлевском дворце. Александровский зал весь в золоте, Андреевский весь в белом мраморе. Чеканный шаг Кремлевского полка. Пятая церемония инаугурации Владимира Путина в Георгиевском зале. Все четко по сценарию. Никаких экспромтов инноваций. Рука на переписанной Конституции, ритуальные слова и свита, аплодирующая человеку, который в пятый раз садится в президентское кресло, обойдя назначенных оппонентов. Картинка есть, но писать особо не о чем. Если только не обратить внимание на появление в Кремле Рамзана Кадырова, который, вопреки слухам о тяжелой болезни, преодолел большую лестницу, ведущую в парадную анфиладу. Но не это привлекло внимание прессы и наблюдателей, а то, что произошло в Благовещенском соборе, где патриарх во время молебна произнес вслух то, о чем уже давно говорят не публично, за спиной Владимира Путина, его сторонники. Благословение Божие, покров Царицы Небесной, да пребывая с вами, во вся дни жизни ваших, до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и был означал конец нашего пребывания во власти. Из видео на сайте РПЦ вырезали слова патриарха Кирилла о конце пребывания Путина у власти. В то же время в полной версии инаугурации на сайте Кремля этот фрагмент остался. Фраза про скончание века, она такая очень, она в принципе вот в контексте церковных молитв, она довольно обычная и традиционная, просто Кирилл ее каким-то неожиданным образом перенес в очень конкретный контекст обращения к Путину, и это, безусловно, получился конфуз. Пятая церемония инаугурации Путина отличалась от предыдущих тем, что молебен в Благовещенском соборе Кремля впервые решили показать в прямом эфире. И тут не обошлось без накладок. Раньше такие молебны тоже проходили после каждой инаугурации, но были закрыты для посторонних глаз, написал в газете «Коммерсант» журналист президентского пула Андрей Колесников. Образ Путина регулярно тиражируется на фоне храма, иконы в компании самого патриарха. Невольно задаешься вопросом, верит ли в Бога человек, развязавший масштабную войну в центре Европы. Он, безусловно, человек верующий, но вот здесь очень важно проводить различия. Во что человек верит и как он верит? Я думаю, что он не христианин. То для него Евангелия, евангельские заповеди, значит, совсем немного. Но мы видим это прежде всего на примере того, как он соблюдает заповедь о любви к врагам. Есть заповедь «Не убей», есть заповедь евангельская о любви к врагам. И то, что для него это, в общем, пустой звук, мне кажется, это совершенно очевидно. Собственно, это было всегда так. Мир, разделенный на друзей и врагов, когда вот узкий круг друзей как бы остается друзьями, остается какая-то верность в этом узком кругу, ну, если угодно. Ну, как его, в общем, это можно назвать или каким-то орденом, или, не знаю, такой масонской ложей своего рода. Некой такой полутайной организации близких, связанных предельно какими-то как бы тесными связями людей. Это у него есть. А вот дальше весь остальной мир, он или ему безразличен, или это враги. И это, конечно, совершенно не христианское отношение к миру. Примечательно, что за несколько дней до инаугурации вышло совместное расследование издания проекта Фонда борьбы с коррупцией об изменившихся интерьерах знаменитого дворца Путина в Геленджике. Его авторы обратили внимание, что вместо комнаты для игр и казино там появилась домовая часовня с иконами Богородицы и Иисуса Христа и Святого Владимира. Но главное это, конечно, иконостас. Он очень монументальный. Икона тут стоят в полный рост. По центру узнаваемое изображение Христа. По правую руку от него Богородица. А по левую тут даже угадывать не надо, и так все написано. Это святой князь Владимир. Ну и, как говорится, вишенка на торте. В часовне появился трон. Этот деревянный шкаф нужен для священной утвари, кубков вина и книг. А напротив шкафа стоит, простите, трон. Это называется стасидия. На ней можно и сидеть, и стоять во время длительных служб. В старинных русских храмах такие ставили для царей. Они так и назывались. Царское место. Достигли путинский режим стилистически своего апогея. Дальше будет только повтор и деградация. Задаются вопросом эксперты и наблюдатели. Решится ли Путин взойти на трон и объявить себя русским царем или императором? Об этом я побеседовал с историком Тамарой Эйдельман. Насколько эта игра в помазанника Божия с подачи патриарха производит впечатление на паству? Или это горькая комедия, продаваемая чекистам за чистую монету? Вы знаете, на это можно очень по-разному ответить. То есть я не сомневаюсь, что кто-то вообще смеётся, глядя на это. В то же время я, например, знаю много искренне религиозных людей. Причём они могут быть самых свободомыслящих взглядов. Но слово патриарха для них много значит. И поэтому это ещё одна, достаточно, думаю, весомая гиря на весах пропаганды. Решится ли Путин короновать себя как император всей Руси или постесняется? Ну, вы знаете, я в нынешние времена ни про что не говорю, что этого не может быть. Мы знаем, увы, что может быть всё. Но мне кажется, что это уже как для него даже за предел. А зачем? Ну, да, чтобы порадоваться, чтобы корону надеть. Но я всё-таки, мне трудно это себе представить. Ну, а народ к этому разврату готов? Ну, его тогда будут готовить. Готовить? Готовить будут. Будут говорить. У нас столько говорят о скрепах. Вот вам ещё одна скрепа. Ну, это уж как-то прям будет совсем карикатура. Есть ли в истории такие случаи, когда правитель параноидально использует эхо прошлой войны, так как он в ней не участвовал, для собственных фетишей? Ну, вы понимаете, Гитлер участвовал в войне. И это для него было очень важно, он этим гордился, несмотря на то, что он был всего лишь ефрейтором. Но он, конечно, использовал всеми силами вот эти вот образы. Но, наверное, вот та ситуация, когда войну, которая закончилась уже, скоро будет век, как всё ещё используют для активнейшей пропаганды, это уникальная вещь. Ну, мы можем сказать, что в 1912 году вспоминали 1812-й. Конечно, вспоминали, говорили, молебны и всё такое прочее. Но это совсем не было центром всей политической и общественной жизни, как сегодня делаются Второй мировой войны. Касаясь Второй мировой войны, на ваш взгляд, Путин украл победу над фашизмом или приватизировал? Какой глагол вам больше нравится? Ну, во-первых, не Путин первый, это начал. Начал Сталин. И потом продолжали все остальные. И, нет, скорее украл. Потому что все они, начиная со Сталина, не имели никакого права на это. Приватизация предполагает всё-таки какие-то законные механизмы. А здесь их нет. Я уже не говорю о Путине. Да, но даже не Сталин выиграл войну. Я очень люблю всегда воспользоваться. Возможность это напомнить. И не его генералы, отправлявшие пехоту на минные поля, чтобы танкам было легче пройти. Войну выиграла армия, состоявшая из людей, вместе с армиями союзников. Вот у них украли эту войну. И дело даже не в том, кто главный, а в том, что трагедию, страшную миллионов людей, превратили в триумф отдельных вождей. Вот это их отвратительное преступление. Кстати, о союзниках. Три первых года Великой Отечественной СССР практически один на один сражался с нацистами. На наших глазах Путин нагло переписывает историю, делая такие заявления. Вот это надолго или всего лишь риторика момента? Это было и до Путина. Он просто это усиленно подчеркнул. Всегда подчеркивалось. Во-первых, всегда было вот это разделение между Второй мировой и Великой Отечественной. Я не случайно, я всегда стараюсь говорить Вторая мировая. Потому что слова о Великой Отечественной выкидывают первые полтора, ну там почти два года Второй мировой войны, когда Советский Союз был союзником нацистской Германии. И это старательно отделяется. Во всех учебниках, когда я училась в советское время, и когда я преподавала в куда более либеральное время, во всех учебниках, вот эти годы, они вообще не включались в историю войны. Это называлось там Советский Союз в предвоенные годы. То есть захват Куска Польши, захват Латвии, Литвы, Эстонии, Бессарабии – это всё вообще не война. Война, когда на нас нападают. А когда мы нападаем, это спецоперация. Вот это уже враньё. И то, что даже если мы принимаем Великую Отечественную, то есть до 44-го года, до высадки союзников в Нормандии, Советский Союз сражался один. В это время Соединённые Штаты вели тяжелейшую, отнимавшую огромное количество жизней и сил, войну в Тихом океане. В это время Великобритания, которая в начале войны вообще одна противостояла наступлению зла, а потом вела тоже тяжелейшую борьбу на севере Африки. Союзники высаживались в Италии. Это всё как бы не существует в его риторике. И это гнусно. Но, с другой стороны, мы помним 2005 год, когда на День Победы почти весь мир приехал в Москву, и президент США, и лидеры европейских государств, их принимали с помпой. И даже, я помню, немецкие лидеры были. То есть в тот момент он играл совершенно в другую игру, а теперь он отрицает то, что было раньше. Так получается. Ну, понимаете, они прибыли, они сказали красивые слова, немецкие лидеры тем более, потому что Путину нужно было укреплять с ними отношения, скажем так. Но на уровне, что пропаганды, что образование, что культуры, что вот чисто на бытовом общественном мнении всё равно всегда сохранялось вот это вот уже просто вбитое в мозги нескольких поколений ощущение о том, что мы выиграли войну, а все остальные так рядом стояли. Меня ещё всегда очень возмущает то, что вот эта идея подкрепляется прежде всего словами о том, что у нас было больше всего жертв. А у нас было больше всего жертв, потому что на людей было наплевать. Могло бы их быть намного меньше. И вообще, что за извращённая идея оценивать роль в войне за счёт жертв? Ну тогда давайте считать, что Япония главная роль в войне, потому что там вот в Хиросиме и Нагасаке мученически погибло столько людей. Что это за подход вообще? Произошло важное событие. Путин окончательно приравнял ветерана Второй мировой с участниками так называемых СВО, которых весь цивилизованный мир называет оккупантами. Теперь на трибуне Красной площади рядом с ним вместо стариков-фронтовиков, их совсем мало осталось, мы видим молодых людей с орденами на груди. Вот как долго будет работать эта параллель? Пока будет этот режим, она будет работать безусловно, и она будет укрепляться. Мало того, когда тем или иным способом режим изменится, это же останется в головах людей. Это, естественно, останется в головах тех тысяч, которые сейчас воюют в Украине, и их родственников, и уж тем более в головах родственников погибших. И вот с ними надо будет работать. У них будет страшный посттравматический стресс. Они будут считать, что у них отняли вот это вот достойное, ну, место на Мавзолее, скажем так, право на почет. И это будет очень большая общественная, политическая, психологическая проблема. Несмотря на путинское увлечение Великой Отечественной войной и армейскими победами, около 50 тысяч российских военных годами ждут льготного жилья от Министерства обороны. Арест замминистра обороны Тимура Иванова обрадовал и разозлил этих людей. Каким образом по всей России оказалось столько армейского недостроя, и как именно расхищали средства на строительство в репортаже Никиты Пешкова. Арест замминистра обороны Тимура Иванова взбудоражил россиян. Вспомнили и его роскошный образ жизни, разобрали и разные версии поводов и причин ареста высокого чина, попытались проанализировать последствия. Но особенно яркими оказались бесчисленные комментарии в интернете от военных и членов их семей, ожидающих жилищных субсидий и льготных квартир. Товарищ Верховный Главнокомандующий, не просим, требуем от вас обратить внимание на бездомных военных пенсионеров, которые с 2016 года не обеспечены постоянным жильем. Тимур Иванов заведовал заказом строительства гражданских объектов для Министерства обороны. И его арест словно прорвал плотину жалоб и негодования. Например, очень много сообщений обнаружилось в провоенном телеграм-канале «Зергулио». У нас в Краснодаре, недалеко от меня, стоят вот таких шесть домов, которые строили Минобороны. Но что-то пошло не так, и эти дома стоят уже пять лет без движения. Санкт-Петербург, Красносельский район, а чьи-то семьи ждут. Новосибирск, жилье для военных, могло быть. Речь идет порядка о 45 тысячах военнослужащих, которые стоят в очереди жилет. На сегодняшний день работа развернута на всех объектах в круглосуточном режиме в три смены. Это множество сообщений и фотографий недостроенных домов из самых разных регионов России. Уфа, Анапа, Ростов-на-Дону, Подольск, Санкт-Петербург, Крымск, Волгоград, Краснодар, Челябинск, Тамбов, Нижний Новгород, Московская область и Москва и так далее. Судя по волне сообщений, картина примерно одинакова. Дома, предназначенные для военных и их семей, строятся почти полностью, примерно на 90%. А потом стройка замораживается, почти готовые дома стоят годами и постепенно изнашиваются. Окна, стройматериалы и все, что плохо лежит, разворовываются, а ожидающие своего жилья очередники ходят вокруг домов-призраков и вздыхают. Подробнее о схеме такого строительства еще в 2021 году рассказывал строительный бизнесмен Сергей Храбрых. Подрядчики получают небольшой аванс, доходят до практически ввода объекта в эксплуатацию, затем по тем или иным причинам их снимают с объекта, работу у них не принимают. Нерадивого подрядчика, так называемого, снимают с этого объекта, подают в суд, заводят уголовные дела и весь объем работ, который реально фактически выполнен, не засчитывают. После того, как подрядчик уходит с объекта, господин Иванов и товарищ получают, это объемы работ, выполненные другой компанией, формально по документам не проведены. Мало того, что они забирают объем выполненной работы, они проводят объект с нуля и вновь зашедший подрядчик применяет расценки на капитальный ремонт, которые как минимум на 30% выше, чем обычные на капитальное строительство. Бывшему депутату Мосгордумы Евгению Ступину, например, так и ответили из прокуратуры на запрос по поводу домов для военных на улице Левобережной в Москве. Ввод в эксплуатацию не завершен ввиду хищения средств. Теньги похищены. Прямо вот в самих ответах это все военная прокуратура признает, что подрядчик все разворовал. И все вот так вот и остается. Так много жалоб военных не на свою судьбу на гражданке оказалось на виду, что владелец канала Зергулио вскоре закрыл комментарий к публикациям о недостроенном жилье, потому что а то нас всех за них пересажают. Это люди служивые. Они привыкли выполнять приказы. То есть сейчас они понимают, что их кинули. Но вот как-то ходить, выступать, они не привыкли к этому. Даже на презентации Владимиру Путину новых жилищных объектов в Мариуполе Министерству обороны не удалось обойтись без накладок. За кадром раздался крик женщины «Это неправда, это напоказ». Кроме прочего, Тимур Иванов заведовал также и так называемым восстановлением Мариуполя, где строительство гражданских объектов находится в совсем теневой зоне. Министерству обороны по случайности досталось возможность строительства гражданских объектов на территории, оккупированных территорий Украины. Распределение бюджетных средств Российской Федерации на строительство таких объектов происходит с большим количеством проблем и нарушений. Непрозрачно, большой объем денег заливает на какие-то гиперпроекты бесконтрольно, что приводит к коррупционным практикам. Сейчас Тимура Иванова обвиняют во взятке в размере более миллиарда рублей. Его арест связывают с желанием Владимира Путина ослабить министра обороны и армию в целом. Также припоминают его участие в разделе «Наследство Пригожина». Снова касаются его роскошной жизни и поездок в Сан-Тропе. Но от этого многие россияне словно бы отмахиваются, мол, все воруют. Но что на это ответит Министерство обороны? Спасибо, доклад принят. Вы у нас одни из переведовиков. Гордимся вами. Завершите работу в срок. Дума переутвердила в должности премьера Михаила Мишустина. Тут интрига вряд ли возможна. Сейчас депутаты и президенты работают как слаженная команда. А вот остальные министры, в первую очередь министр обороны Сергей Шойгу, могут попасть под удар. Обсудим Путина 4-0 и то, что от него можно ждать журналисткой и главным редактором издания «Нью Таймс» Евгения Альбац. Евгения Марковна, здравствуйте. Здравствуйте. Переназначение премьера-министра Мишустина мало у кого вызывало сомнения. По мнению многих, он и его команда неплохо минимизируют потери от чудовищных и преступных решений Путина. Интрига вокруг кандидатуры Шойгу. Отдаст ли ему Путин кресло министра обороны после истории с Тимуром Ивановым и его командой? Вы задаете мне этот вопрос? Да. Ну, вы знаете, я не умею гадать на кофейной гуще и на хрустальном шаре, поэтому, к сожалению, я не могу спекулировать на эту тему, тем более, что я не нахожусь в Москве. Понимаете, на самом деле, эта история с Тимуром Ивановым, она очень любопытная. Она говорит о том, что, несмотря на желание Путина показать, как один объединились вокруг вождя, никакого этого объединения нет. Путин опасается покушения на себя и должен опасаться такого шага, потому что отлично понимает, что в номенклатуре огромное недовольство тем, что он развязал эту войну и лишил их привычной формулы жизни и стратегии будущего, когда деньги делаются в России, то есть ударным трудом воруются в России, а используются за пределами России, прежде всего в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мне кажется, что это вот такое серьезное свидетельство того, что там очень шаткая вокруг Путина ситуация. Теперь, если говорить о Путине, ну, я бы сказала бы, все-таки не 4-0, а, наверное, 5-0, потому что во время президентства Медведева Путин де-факто, на самом деле, руководил страной. Но каким бы там ни было 4-5-0, Путин стал совершенно нелегитимен. Собственно, его срок, который хоть как-то можно было принимать как легитимный, закончился ровно в день инаугурации, потому что Путин в 2020 году не просто сделал поправки в Конституцию, а он произвел конституционный переворот в стране. Это аутоголпе, то есть когда диктатор делает конституционный переворот для того, чтобы обеспечить несменяемость своей власти. Не первый раз в истории, много раз происходило это в Латинской Америке. Я насчитал, что в Уругвайе, по-моему, 6 или 7 раз военная хунта переписывала Конституцию, пока не ушла и там не произошли более-менее нормальные выборы. Так что это не в первый раз и, наверное, не в последний, но, тем не менее, надо четко отдавать себе отчет в том, что Путин находится сейчас у власти абсолютно нелегитимно. Никаких выборов не было. Не говоря уже о том, что выборы в условиях войны – это вообще такая относительная история. Но самое главное, что он не имел права избираться, поэтому он потерял всякую легитимность. Потеряв легитимность, он для себя потерял и защиту от переворотов. Евгения Маркуна, все-таки он у власти, и никакой оппозиции, по крайней мере, внутри мы пока не наблюдаем. У меня такой вопрос. Насколько укрепятся позиции детей друзей Путина, типа молодых Ковальчуков, Патрушевых, Кириенко и далее по списку? Являемся ли мы сейчас свидетелями престола наследия Высшей Лиги Кремля? Ну, это не престол, а наследие, конечно. Но, тем не менее, это такая номенклатурная оккупация, когда номенклатура, которая находилась у власти последние 24 года, собственно, она передает кешевые потоки, контроль за кешевыми потоками своим детям. Это признак страха. Если Вы заметили, то теперь за каждого члена правительства будут голосовать отдельно. Путин переписал Конституцию, как Вы об этом сказали буквально минуту назад, специально вставив этот пункт, чтобы мог легко передвигать фишки по персонам, а не выставлять целую команду, рискуя, что Дума будет тормозить этот процесс. Вот, как Вы думаете, каким будет кабинет? Вы как-то, Вы всегда занимались, исследовали и кадровую политику Путина. У Вас есть какие-то прогнозы по этому поводу? Путин не опасается, что Дума устроит ему какие-либо проблемы. Никакого парламента, институт парламентаризма в России совершенно разрушен. Это не парламент, это собрание людей, которые на все говорят «да». Путин изменил, Путин придумал это, или те, кто это сделал, придумали новую систему формирования кабинета для того, чтобы каждый человек, который назначается на ту или иную должность, был лично обязан Путину. Раньше министры были связаны обязательствами с председателем правительства Российской Федерации. И в Конституции 1993 года была специальная шестая глава, в которой, собственно, хоть как-то описывалось положение председателя правительства Российской Федерации. Сейчас ничего этого нет. Каждый человек, который входит во власть, лично обязан Путину. Вот ровно для этого и записано, что каждый утверждается отдельно. Вы уже говорили о нелегитимности Путина. На ваш взгляд, для него важно, что его признают на Западе, или ему уже на это наплевать? Я думаю, что важно опять залезать в голову диктатора опасная история. Но мне кажется, что да, важно. Не случайно даже на эту диктурацию и на парад опять рассылали приглашение, и опять были ожидания, что прибудут представители западных держав. И этого не случилось. Так что, нет, для него это важно. Но он, конечно, как всегда бывает с людьми, которые находятся во власти так долго, он оторвался уже от земли. И он живет вот в этом, в крепости России, в этом совершенно закрытом мире, в котором свое представление об истории, свое представление о том, что происходит в мире, свое представление о том, как этот мир управляется. Это совершенно такая придуманная фишка, придуманный мир, в котором он живет. Евгения Марковна, 2023 год стал рекордным по числу осужденных за госизмену. 39 человек, что в два раза больше, чем в 2022 году. 16 было. Цифры правозащитного проекта «Первый отдел» на основе данных судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. Вот этот маховик уже работает по инерции или Путин лично сам подбрасывает уголь в топку репрессивной системы, чтобы мы не расслаблялись? Опять, я этого знать не могу. Мы журналисты, все-таки мы обязаны оперировать фактами. Мы видим, что репрессивный маховик, безусловно, раскручивается. Конечно, пока это невозможно сравнивать с тем, что происходило в сталинские времена. Но, собственно, сегодняшнему режиму и не нужны массовые репрессии. Нет никаких экономических мотиваторов для массовых репрессий. Как вы помните, в сталинские времена необходимо было масса бесплатного рабского труда для того, чтобы построить индустрию Советского Союза. Сейчас такой потребности нет. Но то, что в стране уничтожается любой голос против, любое инакомыслие, опять запрещают читать книжки, вычерт, переписывают школьные программы, занимаются эндокринацией детей и так далее, говорят о том, что нынешний Кремль поставил задачу, чтобы следующее поколение, те, кто сейчас учатся в школах, чтобы это было уже абсолютно путинские ястребы, путинские соколы, как когда-то говорили про Сталина. Вот это совершенно очевидно, что они делают. И, конечно же, они будут сажать всех, кто высказывает хоть какое-то минимальное противление нынешней внутренней и внешней политике Кремля. И последний у меня вопрос. Собираетесь ли вы когда-нибудь вернуться в Москву? Видите ли вы свою перспективу в России? Я обязательно вернусь в Москву. Я, к сожалению, сейчас этого не могу сделать, потому что на мне то ли 4, то ли 5 административок за дискредитацию российской армии. Я иностранный агент. И шанс, как утверждают мои адвокаты, вариант, что я буду задержана прямо на границе, очень высокий. Они полагают, что уголовные дела на самом деле против меня уже существуют. Как мы знаем, эти уголовные дела появляются вдруг совершенно неожиданно. И понять логику этого нельзя. Но как только такая возможность появится, конечно, я сразу вернусь в Россию. Иоанна Марковна, спасибо вам за вашу интересную экспертизу. Моим собеседником была журналистка Евгения Альбац. Накануне из Харьковской области стали поступать тревожные сообщения о штурмах российской армии украинской границы. Сообщается о пяти российских батальонах, которые прорвали линию обороны ВСУ и заняли несколько населенных пунктов. Сегодня утром новостные ленты пестрят сообщениями о возобновлении боев под Харьковом в районе села Глубокое. Зет-каналы выставляют в сеть многочисленные видео обстрелов Харьковщины с российской стороны. Военные аналитики сообщают, что так выглядит подготовка к масштабному наступлению. Но так ли это на самом деле? Об этом мы поговорим с журналисткой Марией Уманской, которая находится в Харькове, и она с нами на прямой связи по скайпу. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что происходит в Харькове и области в эту минуту. Я заранее прошу прощения, я, возможно, буду запинаться. Во-первых, мне довольно трудно говорить на русском языке. Во-вторых, последние двое суток были... Ну, я не могу назвать их адом. Это было скорее похоже на первые дни полномасштабного вторжения России в Украину по интенсивности обстрелов, по интенсивности ведения боевых действий на границе. Да, это было все не в таких масштабах, но, тем не менее, ситуация... Я не скажу, что она крайне сложна сейчас, но она пугает. Действительно, за последние полтора дня у нас на границе ближе к Белгороду образовалась серая зона, где идут бои за несколько населенных пунктов. Журналистка из Харькова Мария Уманская. С начала полномасштабного вторжения Россия вывезла из Украины на свою территорию около двух десятков тысяч детей. Вернуть на родину Киеву удается единицы. В России их ждет паспорт чужой страны и перепрошивка мозгов на российский лад. Встревожены украинские правозащитники. В то же время российские чиновники заявляют, никакого усыновления россиянами украинских детей не происходит, а всего лишь взятие над ними опеки. Но украинская сторона заявляет обратное. И об этом свидетельствуют многие журналистские расследования. Так, где же правда и почему бьет в набат Украина? Подробнее об этом в сюжете Дмитрия Мороза. Я сидел, ждал маму, потом маму привели ко мне. Приехала какая-то служба по делам детей. И сказали, что меня от мамы забирают. И они меня забрали, даже не дали попрощаться с мамой. Украинский мальчик Саша Радчук видел свою маму-снежану последний раз 15 апреля 2022 года, когда его разлучили с ней в российском фильтрационном лагере в Мариуполе. После его увезли в Донецкую больницу лечить ранение глаза, полученное им во время одного из обстрелов. А маму в неизвестном направлении. И ему сказали, что через 4 дня к тебе мама придет. Он ждал, ждал маму, а ее все нет. Саше повезло. Соседи по больничной палате дали ему телефон, чтобы он смог связаться со своей бабушкой под Черниговым. Он мне каждый день звонил, а над ним, я вижу, стоят какие-то люди. Он на русском языке со мной говорит. Приедь, говорит, забери меня. Людмила Сирых забрала внука из ДНР спустя два месяца, а вот сироту из Мариуполя Богдана Ермохина вывезли в Подмосковье. В Мариуполе он жил в детском доме семейного типа. В России все просьбы Богдана о возвращении на родину отклонялись. Когда ему исполнилось 18 лет, власти потребовали от него стать на воинский учет. Выдали российский паспорт и назначили опекунов. В результате юноша пытался бежать в Украину, но был пойман на белорусской границе. В Украине за Богдана боролась его родная сестра. 20 ноября 2023 года парня вернули в Украину. Эмоции зашкаливают. Я верил, что буду в Украине. У меня такое чувство, что я нужен Украине. В офисе Уполномоченного по правам детей Украины сообщают, Россия вывезла на свою территорию с оккупированных областей Украины около 20 тысяч несовершеннолетних, в основном воспитанников интернатов. В проекте Кидмэппинг фиксируют появление таких детей даже в самых отдаленных регионах России, на Дальнем Востоке. Уже с первых дней таким детям присваивают российское гражданство, устраивают в учебные заведения и находят для них новых опекунов, невзирая на то, что у многих из них есть родственники в Украине, которые их разыскивают. Буквально в 2024 году, с 1 сентября, да, они открывают новые предметы основы государственной безопасности и защиты Родины. И там будут учиться дети с 9 по 11 класс. Это уже огневая подготовка, это уже тактическая подготовка, это уже занятия на полигонах. То есть это уже, вот скажем так, курс молодого бойца в школе. Это все называется гражданский милитаризм. Из-за депортации украинских детей 17 марта 2023 года Международный криминальный суд в Гааге вынес постановление об аресте уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и самого Владимира Путина. Но этот факт ничего не изменил. Наоборот, усыновление гражданами России детей из Украины идет полным ходом. Депутат Госдумы Сергей Миронов публично усыновил девочку из Херсона, Маргариту Прокопенко, у которой в Украине есть опекуны и родственники. Девочки изменили имя и место рождения, как выяснили журналисты ТСН. Несмотря на многочисленные расследования, подтверждающие усыновление россиянами украинских детей, детский омбудсман России Мария Львова-Белова отрицает этот факт. Все дети размещаются под опеку. Это форма, когда государство остается законным представителем этого ребенка, но передает на воспитание семье под присмотр и уход. Но это лишь юридические нюансы, не меняющие сути дела, говорит юрист-международник Евгений Цибуленко, который скрупулезно документирует факты преступлений России в Украине. Цибуленко уверен, что депортации украинских детей в Россию являются отягчающим обстоятельством в будущем криминальном разбирательстве. Если такие действия совершаются массово или систематически, то это может рассматриваться как уже преступление против человечности. А ежели мы говорим о передаче детей в другую национальную группу с целью уничтожить определенную национальную или этническую группу, ну также еще религиозную или расовую, то это может рассматриваться даже как киноцид. Однако не совсем ясно, каким образом привлечь к ответственности руководителей ядерной державы. На этот счет Евгений Цибуленко оптимистичен, ведь подобные преступления не имеют сроков давности. А это означает, что организаторы и исполнители таких преступлений рано или поздно сядут на скамью подсудимых. Дмитрий Мороз специально для Радио Свобода. Это страшные кадры, снятые 9 мая 2004 года на стадионе в Грозном. 20 лет назад в Чечне убили Ахмата Кадырова. Его клан возглавил республику во время войны, запугал жителей и добился абсолютной власти. Гибель отца Рамзан Кадыров застал в Москве, и его тут же принял Путин. Ахмад Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек. С этого момента стало ясно, что управление республикой возьмет на себя Рамзан. Вначале как силовик, затем глава правительства и в 2007 году как президент. Не отягощен образованием, борцовского телосложения, владеет всеми видами стрелькового оружия и подрывным делом. Так журналистка новой газеты Анна Политковская описывала 27-летнего Рамзана Кадырова через несколько дней после гибели его отца. Рамзан человек только войны. И каждый знает в Чечне, Рамзан славен жестокостью, наглостью и сильной тягой к бюджетным деньгам. 7 октября 2006 года, в день рождения Путина, Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве. За это преступление осуждены пять человек, в том числе выходцы из Чечни. Но следствие формально продолжается. Заказчик не установлен. Сегодня о Рамзане Кадырове чаще пишут не как о хозяйственнике и политическом лидере, а о пациенте ЦКБ Москвы. Новая газета «Европа» написала, что в Кремле якобы ищут замену главе Чечни. Рамзану Кадырову и его окружению каждый раз приходится доказывать, что глава региона в прекрасной физической форме. С подробностями Илья Козин. Рамзан Кадыров. Сильный, могучий и здоровый. Во всяком случае на этом видео. Нам надо усилить борьбу, готовить добровольцев, усилить подготовку бойцов, не только у нас, Чеченской Республики, по всей Дома Российской Федерации. А вот на этом, размещенном на официальном телеграм-канале чеченского лидера, Кадыров говорит медленно, тяжело и неразборчиво. В глаза бросается тот факт, что камера надолго не задерживается на Кадырове и почти постоянно пребывает в движении. 7 мая, в день инаугурации Путина, уже главная пропагандистка России Маргарита Симоньян пишет о здоровом румянце и каменном бицепсе Кадырова. Такие публикации стали появляться чаще после расследования новой газеты Европы о неизлечимой болезни Кадырова. По данным издания у чеченского падишаха панкреонекроз. Заболевание, при котором буквально самоперевариваются ткани поджелудочной железы, что приводит к нарушению работы жизненно важных органов. Другими словами, Кадыров, возможно, неизлечимо болен, хоть и пытается казаться здоровее всех. Информация о тяжелой болезни Кадырова породила как слухи, так и обоснованные рассуждения о возможных преемниках. Самый узнаваемый кандидат на эту роль – Апти Алаудинов. Будем делать все, что зависит от нас, для того, чтобы Россия была сильной, могучей и единой. До войны в Украине он сделал карьеру в силовых ведомствах Чечни. Прошел путь до начальника управления по борьбе с организованной преступностью и замминистра внутренних дел республики. По сведениям разных источников, Алаудинов замешан в расстреле трех десятков гражданских на территории полка ППС полиции имени Кадырова в 2017 году. Кто такой Апти Алаудинов? Я бы на этот вопрос ответил так. В первую очередь, простой, обычный чеченский парень. Также принимал участие в избиении родственников оппозиционеров и угрожал критикам Кадырова за границей и внутри республики. С 2022 года командир добровольческого формирования Ахмад, а с апреля этого года заместитель начальника главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации. Это самая высокая должность федерального уровня, которую когда-либо занимал чеченец. Мы стали одной семьей. Мы стали одной командой. Кроме того, Алаудинов является частым гостем российских пропагандистских каналов. Слепый, наверное, слеп народ Украины, который до сих пор молчит и дает возможность таким образом уничтожить все свое мужское население, потому что блок НАТО будет воевать до последнего украинца. Там он появляется даже чаще, чем сам Кадыров. Если же говорить о личности Аптия Лаудинова, то это персонаж с биографией. Персонаж с биографией, в частности, связанной с фабрикацией уголовных дел по наркотикам против разных оппонентов чеченской власти. В качестве преемников Кадырова также звучало имя его сына, 16-летнего Адама Кадырова, 27-летнего Хамзата Кадырова, сына погибшего в 2004 году брата Рамзана Кадырова Зелимхана, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. 16-летний Адам Кадыров прежде всего проставился после видео с избиением Никиты Журавеля, который сжег Коран. У юноши серьезная конкуренция. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов имеет огромное влияние внутри республики. Не дай Всевышний, не дай Всевышний Аллах, хоть один парень у меня, хоть царапину получит, клянусь Всевышним Аллахом, будь что будет, но это, как говорится, не жутко. А депутат Госдумы от Чечни Делимханов влияние за рубежом, в том числе наводит страх на живущих за границей чеченских оппозиционеров. Но какие бы ни были личности кандидатов, решение о назначении главы Чечни за Путина. Взять какого-нибудь чеченка, который имеет два класса образования, у которого проблема с восприятием мира, который имеет какие-то неустойчивые психологические воспитания или потребности в каком-то наставнике сильном, который, скажем так, несформировавшаяся личность, и потом будет лепить из него то, что им нужно, то же самое, что они, в принципе, вылепили из Рамзана Кадырова. Возможная смерть или уход от власти Рамзана Кадырова отнюдь не гарантирует изменений в политическом климате Чечни. Также не факт, что после смерти Кадырова тут же начнутся клановые разборки. Это может случиться только, если будет выгодно кремлевской власти. В свою очередь, чеченские оппозиционные силы тоже вряд ли воспользуются уходом Кадырова, убежден премьер-министр Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. У нас есть очень мощное, сильное подполье в Чечне. Но мы ни в коем случае в связи с существующими возможными изменениями формата или личности мы не собираемся проводить какие-то акции, направленные на то, чтобы перехватывать власть или что-то. Потому что мы понимаем, до тех пор, пока сохраняется нынешний режим и нынешняя ситуация в России, ничего не изменится. Мы снова можем подвергнуть наш народ к жесточайшим репрессиям и убийствам. С ними не согласен правосочетник Александр Черкасов. Он уверен, что после Кадырова отношения Грозного с Москвой изменятся. Хоть и Рамзан Кадыров, по крайней мере, публично пытается казаться здоровым, у него прогрессирующее заболевание, которое с высокой вероятностью может привести к смерти. В этой связи важно вспомнить об обычае кровной мести в Чечне. Пока что исполнение этого обычая сдерживает кадыровская власть. Вот в Чечне местение с активным участием кадыровцев. Очень тяжело не примириться, когда к тебе в дом приходит твой кровник, и еще человек 200 вооруженных. Для их примирения были сотни. Но они не имеют никакой правовой силы с точки зрения АГАТа, права чеченского мучения. И что случится, если эти счета будут объявлены? Вот я бы предпочел этого не видеть. В связи с болезнью Кадырова, кремлевская власть оказалась перед непростой задачей, от решения которой зависит внутриполитическая стабильность России. Со мной на связи Тумсу Абдрахманов, последовательный критик Рамзана Кадырова, оппозиционный политик и блогер. Тумсу, здравствуйте. Здравствуйте. Извините за банальный уже вопрос. Что со здоровьем Кадырова? Диагноз поставить не смогу, но очевидно, что человек болен. Здесь не нужно иметь какое-то медицинское образование, чтобы понять, что он чувствует себя очень плохо. Да, временами у него наступают какие-то кризисы, и мы видим, что он прям очень плохо выглядит, очень плохо разговаривает. Временами он даже не может разговаривать, не может показаться, хотя происходят очень судьбоносные события в России, как, например, поход Прибожина на Москву. Кадыров просто его проигнорировал. Он ни разу не выступил, ничего, даже какое-то голосовое сообщение от себя не публиковал, были только какие-то текстовые сообщения, и очевидно, что их писал, конечно же, о нём. И где-то бывает, что врачам, видимо, удаётся как-то стабилизировать, улучшить его состояние. Как, например, мы видели его на иннаугурации Путина несколько дней назад. Понятно, что это некий кризис он преодолел, и сейчас он чувствует себя получше. чем несколько недель назад. Но очевидно, что это болезнь, которая присутствует, и это не та ситуация, когда человек вылечился. То есть это именно некое улучшение временное, но потом, после этого, опять происходит обострение, человек начинает снова плохо разговаривать, выглядеть. И я доверяю тому, той информации, которая была опубликована в новой газете, я имею в виду про диагноз. Я не силён в этом диагнозе, я не знаю, как это всё выражается на человеке, но я доверяю, что, наверное, с ним именно эта болезнь. Тумсо, скажите, вот ваше отношение к генерал-майору Аптия Лаудзинову, получившему звезду Героя России в украинских окопах? Он же замначальника главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации. Это реальный кандидат в руководителей Чечни? Я думаю, да. И, конечно, его рассматривают очень серьёзно. И его звезда сейчас вообще сильно взошла на политической арене России. И очевидно, что раскручивают эту звезду явно не про Кадыровские башни, не те башни Кремля, которые поддерживают Кадырова. Это очевидно. Даже это можно было понять по инаугурации Путина, где присутствовал и Аптия Лаудзинов, и Кадыров вместе с делегацией. И Аптия Лаудзинов там был не с делегацией Кадырова. Он даже не стоял в этой общей команде Кадыровской. Мы видели много видеозаписей, которые были опубликованы Кадыровым, Делимхановым, какими-то там депутатами и прочими людьми, находившимися на этой инаугурации. И видно, что они все вместе сгруппировались, стоят в одной какой-то точке. Все записи делаются оттуда. Они все снимают друг друга Рамзана Кадырова, кричат «Ахмад, сила!». А Аптия Лаудзинов, вообще его с ними нет. Один ролик был опубликован самим Аптия Лаудзиновым. И из этого ролика было понятно, что они даже приехали туда не вместе. То есть на инаугурацию президента Лаудзинов был приглашен вообще отдельно, не с делегацией Кадырова. Соответственно, с совершенно другими людьми. Скорее всего, может быть, по линии Министерства обороны, где он сейчас работает. Хотя его форма, которая присутствовала, насколько я, по крайней мере, в этом разбираюсь, в российской этой системе, по-моему, она была не форма армии, а форма Министерства внутренних дел. – Тумсов, скажите, вот такой вопрос. Кадыров мощно двигает своих сыновей и дочерей во власть. Как это воспринимают в Чечне, учитывая, что они совсем молодые люди и без профессионального опыта? – Я думаю, Кадыров хотел бы видеть своими преемниками своих детей. И время у него поджимает. Его сыновья, они слишком малые. И, возможно, здесь он пытается, как-то там, может быть, на свою старшую дочь, попытаться из неё возрастить своего преемника. Есть у него там также племянник. Как на это смотрят люди? Люди, в принципе, на это смотрят плохо, негативно. Для нас это не свойственно. Вот эти вот династии, такие передачи власти от отца к сыну. Мы никогда так не жили, и поэтому для нас это вещь, которая отторгается обществом. Но понятно, что Кадыров наверняка хотел бы видеть такой сценарий. И я уверен, что у него тоже есть в Кремле свои башни, которые этот сценарий пытаются продвинуть для Путина. Скажите, традиции кровной мести – это в Чечне работает, или это уже давно ушло в прошлое? И каков срок давности этой кровной мести? Конечно, работает. Это не ушло в прошлое, и вряд ли это когда-либо уйдёт. Просто сейчас со стороны Кадырова оказывается очень серьёзное давление на людей, на которых лежит кровная месть. То есть кто-то был убит из их семьи, и они должны за это отомстить. И несколько лет назад была целая акция, когда там были подключены духовенства, различные чиновники. Они назвали это комиссией по урегулированию кровной мести, и заставили, по сути, людей формально, типа, простить урегулировать эту тему. Но это всё снова возобновится, когда это Кадыровское наместничество там упадёт. Тумсо, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был оппозиционный лидер Тумсо Абдрахманов. На этом мы заканчиваем нашу программу. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время», на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы вернёмся через неделю. Всего вам доброго.